В канун Дня Победы по Приднестровью проходит международная акция «Георгиевская ленточка». К ней присоединились при поддержке Россотрудничества и приднестровские волонтеры Победы. Черно-оранжевый – символ памяти активисты раздавали бендерчанам. Для многих «Георгиевская ленточка» – это не просто символ, это что-то очень личное. Почти у каждого в семье есть родственники, которые воевали. Для Юлии Макаровны День Победы – тот самый праздник со слезами на глазах. Она родилась в 40-м, пережила голод и холод. Ее отец прошел всю войну. Чудом остался жив. Наши дедушки, мой папа воевал. Но с войны пришел, конечно, и еще прожил сколько. Но это наш праздник. Защищали родину, наши отцы и деды. Так что для нас это большой праздник. Этот праздник в памяти поколений. Бендерчане, независимо от возраста, чувствуют свою причастность к грядущему празднику и охотно разбирают георгиевские ленты из рук волонтеров Победы. Всего раздадут несколько тысяч экземпляров по всему Приднестровью. Мой дед тоже воевал в Великой Отечественной войне. Дошел с Бендер до Берлина. Получил тоже медали за отвагу и многие другие. Поэтому хочу хоть как-то почтить его память за его подвиг в нашей семье. Я считаю, что Великая Отечественная война – это то, что мы не должны забыть. И совсем скоро может не стать ни одного ветерана. И не хотелось бы, чтобы новое поколение забыло Великую Победу и то, какой ценой она досталась. Черные полоски символизируют дым, оранжевый – огонь. Георгиевская – так она названа в честь креста святого Георгия Победоносца. Я думаю, что важно помнить тех людей, которые защищали нашу страну, наших прадедов, дедов, отцов. Буду говорить ему, что были люди, которые защищали нашу страну, что их надо помнить. Это такой праздник, что прямо плакать хочется. Радостный и в то же время торжественный. И в то же время, ну, как-то жалостливый такой. Ну, спасибо, что победили и мы живем. Акция, связавшая Россию и другие страны единой нитью. С каждым годом желающих получить символ победы все больше. Хватит на всех, уверяют организаторы. Акция продлится до 9 мая.